доброго здоровьица уважаемые посетители канала ну что был был такой вопрос и замечание мол петрович а не это не хватит ли пугать противопаразитаркой второй вопрос а можно ли без этих как-то паразитов прожить можно ли ну как-то обойтись без всего этого и в таком духе вопросы и я подумал действительно что вот я как-то тут пугают этим всеми паразитами что тут они паразиты что тут надо чистится и и в интернете полным полного только только паразиты паразиты прочее прочее хоть была масса интересных материалов и как раз вот это видео я буду ссылаться последующем на это видео отсылать его ко всем кто начнет говорить вот паразиты как чистится сколько чистится и даже чем чистится начну с того начну с того паразит это это не обязательно что только это черви паразитарные еще хуже это разного рода микроорганизмы и грибки которые также обитают человеке также норовят его сожрать при удобном каждом случае ну вот начнем с того что врачи утверждают мне многие так и спрашивают посетители канала что шлаков в организме не бывает ну бывает там метаболиты отходы разного рода там продукты обмен на веществ то есть никаких шлаков в организме нету а я как-то уже до этого рассказывал что вообще-то мир медицины он огромен она настолько многообразно но в данный момент правит бал это официальная медицина которая придерживается определенных стандартов но тем не менее тем не менее кто ищет тот всегда найдет я вам хочу кое-что почитать например когда говорят а если шлаки в организме человека или нет вот вот это удивительная книжица которую я долго долго собирал обрабатывал и написал стадии зашлаковки человеческого организма естественному каждому хочется знать насколько зашлакован его организм оказывается еще в 1955 году немецкий врач реки верх сформулировал теорию зашлаковки человеческого организма научное название гомотоксикология в основе этой теории лежит то что болезнь есть не что иное как проявление защитных сил организма управляемых иммунной системой против внешних и внутренних токсинов другими словами болезнь это попытка организма человека компенсировать ущерб возникший следствие воздействия шлаков и ядов реки верх определил 6 основных стадий зашлаковки человеческого организма я по-своему изложу их и очень кратко дабы сэкономить ваше время чтобы вы там еще походили по интернету и так сказать потешили свой ум сознание чем-то таким вот эти первая стадия выделительно физиологическое выведение всех видов шлаков из ткани процесса обмена веществ это регулируемая самим организмом стадия выведения организма практически это означает полное здоровье человека вторая стадия реакции или ответ на накопление шлаков а это уже теоретически здоровый теоретически здоровый человек у такого человека пока все в порядке но изредка организм мощно выбрасывает из себя шлаки это проявляется в виде повышения температуры тела насморка кашля потения поноса гнойных выделений там из легких горла носа и через кожу болевых ощущений и прочих неудобств покраснение уплотнения на гноение вскрытие это первые симптомы указывающие человеку на то что пришла пора заняться очищением своего организма третья стадия накопление и перераспределение большого количества шлаков это означает превращение теоретически здорового человека в хронически больного дальнейшее накопление шлаков соединителя ткани у одного человека приводит к ожирению первой степени у другого этот механизм не срабатывает питание клеток через единую ткань нарушается человек наоборот сбрасывает вес образуются локальные очаги накопления шлаков например может расти живот из-за отложения каловых камней в толстом кишечнике появляются липомы фибромы атеромы полипы геморрой варикозные решения вен тугоподвижность в суставах и так далее на этой стадии вот это очень важно происходит усиленное заселение организма человека патогенными микробами грибками и прочими паразитами кстати эта стадия подразделяется на вторую и третью ладно четвертая стадия мы сразу пробросим стадии насыщения шлаками соединительной ткани соединительная ткань это тка та ткань своеобразный каркас который держит все клетки организма поняли то есть клетки организма для того чтобы они стояли на своих местах они расположены в арматуре соединительной ткани через соединительную ткань идет питание всех рабочих клеток и как только вот этот вот массив соединительной ткани заполняется там разного рода шлаковыми а как раз по соединительной ткани он находится в лимфе он находится в межклеточной жидкости то есть вот это часть жидкости наполняется у нас несвойственными веществами значит на этой стадии произошли произошло полное насыщение соединительной ткани шлаками ее сгущение и частично потеря нормальной фильтрационной способности в результате этого возникает резкий упадок сил в виде синдрома хронической усталости вегетососудистая дистанция понимаешь ли ты мигрени ранний климакс нарушение обмена веществ отложений солей остеохондроз позвоночника преждевременное старение организма но естественно никакой красоты не будет так не будем дальше читать переходим сразу же к чит к пятой стадии стадии дегенерации и разрушения организма питание клеток через соединительную ткань уже нарушена настолько что она отмирает эта стадия заключается в том что возникает вторичные нарушения в виде разного рода атрофия если атрофия клетки наступает в печени развивается цирроз если в почках нефроз весьма часто атрофия происходит в нервных клетках которые обильно окружены соединительной ткани например атрофия зрительного нерма высыхают и сморщиваются многие слизистые оболочки носа влагалища из-за дегенерации стенок сосудистого роста широко распространены инсульты инфаркты порезы параличи и многое другое и наконец таки шестая стадия перерождение клеток то есть онкологическое что в организме человека может перерождаться могут перерождаться собственные клетки организма и микропаразиты обитающие в нем когда клетки той или иной ткани окружены агрессивно и по отношению к ним средой своеобразным гниющим болотом который превращается соединительная ткань то они начинают перерождаться пытаясь выжить в этих условиях это один из возможных вариантов перерождение другой вариант в ослабленном организме вирусы микробы грибки и прочие паразиты начинают себе видеть гнезда в итоге возникают разного рода злокачественные опухоли состоящие из колоний указанных паразитов все пока эта книга нам не понадобится то есть первую часть вроде бы как научную мы с вами разобрали человек 1955 году немца лишь все педальтичны такие он уже описал все это дело теперь более современные современное время это где-то восьмидесятые наверное воды восьмидесятые девяностые годы прошлого столетия хильда кларк со своим прибором который определяет по частотам что у нас имеется в организме вот здесь наука молодец она так сказать подсказала как можно что определить каждое вещество каждое живое существо издает своеобразные частоты и вот это только опачки опачки хорошее слово кровь значит исследует что там за частоты кто там плавает в этом и оказывается что там плавают шлаки выдают несвойственные организму вещества которые попадают к нам из пищи и куча разного рода паразитов то есть есть это и человек вроде бы в начале бы здоров чувствует себя нормально а потом как говорится проходит какое-то время 5 10 20 там лет 30 40 50 и только бац инсульт инфаркт или еще какая-то серьезная болезнь сошлюсь на на свой опыт я знаю значит одну женщину вот так у нее в детстве так сказать сейчас исследуем противопаразитарку стоит ли этим делом заниматься или там не стоит значит у нее были ангины и такие серьезные ангины в детстве были что аж сейчас если посмотреть туда в ротик одна часть глава вообще отгнила она еще одна то да ну болела да и болела ландами ну кто из нас там не болел ангинами что там такого как бы сказать сложного или еще чего-то вот и потихоньку полегоньку потихоньку полегоньку в среднем возрасте у нее возникает варикозное расширение вен как бы сказать ни с того ни с чего что-то вот в какие-то там появились узлы дальше туда дальше 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 так уже в пожилом возрасте уже знаете какой-то неприятный запах женских половых органов то есть там поменялась микрофлора и вроде бы она так не ощущается но в некоторых ситуациях вот это это хорошо проявляется и чувствуется то есть вот вот эти вот ангинки это уже я так сказать строят они потихоньку помимо того что разрушили значит голланды расселились по всему организму и жда и ждали да то есть у нее пониженное кровяное давление вообще на такая слабенькая на здоровье то есть она не может что-то там такое делать чрезмерно интенсивные какие-то физические вещи она там устаёт то есть гноеродная инфекция расселившись по организму вызвала значит вот появление варикозного расширения вен то есть сгустилась и тут появляется а чё ж тогда мазать вот пытаясь что-то там сделать мы мажем когда это нечто иное нежели нежели просто вены расширились и они стали слабыми далее значит по женской части там тоже какой-то непорядок и она знаете тлеет 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 потом такая бац будет что-то более серьезное наконец-таки чувствительность к смене погоды то есть настолько сильно голова болит и упадок сил то есть то что началось там потихонечку пришло что теперь вылилось в конкретно оформленные симптомы каких-то заболеваний от которых человек может лечиться так так рак так так закончим на этом и перейдём к другому мне всегда интересует знаете вот когда человек хорошо описывает всю свою жизнь самого начала что там было что там творилось и вот юрий петрович власов который в 1960 году выиграл олимпийские игры по тяжелой атлетике похвастаюсь я когда занимался тяжелой атлетикой я столько же поднимал но это был результат больше мастера там спорта вот в 64 он остановил два мировых рекорда вот и так как он любит писательский труд писатель он значит написал такую книжку я вам рекомендую вот она стечение сложных обстоятельств и вот в ней опять таки что как бы сказать ваше внимание не чрезмерно не занимать таки немножко почтует значит тяжелой и грустной оказалась для меня зима 1970-71 года длинными зимними ночами я пытался понять что же стряслось почему я сдал в самый ответственный момент жизни мне 36 год а я разваливаюсь по всем направлениям в чем причина неустойчивости я тщательно перебирал предполагаемые причины болезни я все еще полагал что это следствие одной болезни которую врачи не могут определить я найду ее и тогда распрямлюсь и буду очень неутомимым и сильным я ничего не понимал том что со мной происходило нет я не копаю в себе я старался разобраться в причинах разрушения здоровья я хотел стать хозяином себе человек хотел узнать благодаря тому что он все подробно описывал у меня сложилась следующая картина где-то в 57 году там примерно это не обязательно в этой книге он выступал на соревнованиях и у него случился грипп и он даже снялся соревнования то есть это были так сказать первое внедрение инфекции в организм мало молодой организм здоровый организм но это было внедрение была большая температура организм боролся это как жиг туда все вошло значит я так понимаю лечили антибиотиками или еще чем-то далее в шестидесятом году я так уже хронологию примерно буду приводить перед самыми соревнованиями на олимпийском помосте у него вскочили фурункулы якобы якобы что это тальк в ноги втер массажист такая у них такое мнение есть и мол настолько эти были сильны фурункулы что уже после олимпиады когда он приехал в москву там что-то там их вырезали они до кости проросли то есть это уже капитальное внедрение в болезнетворной болезнетворной гнойной вот это вот на и родных микробов в организм человека потихонечку так сказать это расселение по всему организму значит он начал готовиться к олимпиаде в 1964 году и при этом опять-таки вспоминает что где-то того 63-го там учащиеся четвертого года постоянно держалась какая-то температура такая изматывающая вот это вот вся ерунда отлела отлела в организме можно да и и знаете как-то задавить можно там это поподавить и сильной воли или еще чем-то там можно но тем не менее она остается и она разрушает вот это самое главное надо запомнить 64 год олимпиада значит там его выступление он становится вторым это для него был эмоциональный стресс и здоровье начало как-то быстро довольно таки издавать что вот он говорит что он сначала и там и тренировался там и в 66 65 там там а потом настолько здоровье начало сдавать что он перестал тренироваться и вот это лежал какая-то температура что-то там такое что-то еще и вот он лежал думал что ж это такое там лечили естественно врачи вроде как помогали вроде как что-то выправилось вроде как что-то пошло а потом это у кого есть желание всю эту книжечку почитает а потом и где-то наверно в 80-х годах он уже там начал заниматься он начал прогулки пробежки там на велосипеде у него произошли большие проблемы со спиной со спиной вот мол там стерся позвонок мол там операция и так далее а я думаю это не столько операция это вот все это вот это вот как бы сказать парша которая в организме она потихонечку разрушает организм если на нее целенаправленно не воздействовать привело к тому что мы сделали операцию ставили пластину он с этой пластины ходил зажило потом через который некоторое время надо эту пластину вынимать опять операция эта пластина приросла костями и этом там отбивали опять там он восстанавливался и насколько сейчас ему где-то там за 80 лет он вообще-то большую жизнь прожил несмотря ни на что он старался он боролся но вот согласно подписанию врачей он там принимает таблетки значит теперь разбираем вопрос противопаразитарка делать или не делать первое профилактика если вы хотите чтобы у вас каких-то таких вещей не было просто напрасно вспомните свои заболевания в детстве если у вас были ангины частые если у вас был герпес если у вас были фурункулы вот противопаразитарку надо регулярно профилактически проходить весной и осенью курсы а в промежутках будем говорить как вот советуется раз в неделю ударная доза той же тройчатки если же у вас вот это что я перечислил а именно герпес на губах или еще где-либо ангины фурункулы ну и другие какие-то там непонятные высыпания там на теле и еще что-то так перечислил основное и вдобавок уже имеется какое-то отклонение довольно таки серьезно в здоровье значит чтобы это все не вылилось в нечто неконтролируемое в нечто более серьезное противопаразитарку делать и причем знаете мы наживаем болезни с самого детства десятилетиями и не противопаразитарки у вас все это пройдет на это понадобится не один год вот в этом случае надо ее делать если вы хотите чтоб потом что-то вас не сключило так что вы уже ничего не сделаете во всех остальных можно делать профилактически как я сказал весной и осенью что использовать тройчатку что использовать тадикап как делать я предыдущих видео вам рассказал чтоб вы могли самостоятельно сделать если по каким-либо причинами вы делать это противопаразитарку вернее тройчатку не можете не можете там тадикам себе там сделать настойку зеленых грецких орехов на керосине пожалуйста вот она сносочка вы можете это все заказать и теперь при подобных вопросах вот стоит ли чистить организм стоит ли делать противопаразитарку я буду вас отсылать вот к этому видео благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч